Последний звонок – это традиционный школьный праздник, знаменующий собой окончание учебы. Этот день можно назвать определенным рубежом, позади которого детство, школьные годы и все, что с ними связано. А впереди ожидает совсем другая, взрослая и самостоятельная жизнь. Для каждого выпускника это событие является очень важным и значительным, оставаясь в памяти на всю жизнь. В этот день в каждой школе по-своему украшают двор для проведения торжественной линейки транспарантами, плакатами и воздушными шарами. Обязательным в этот день для всех является строгий стиль в одежде. Также отличительным знаком всех выпускников являются повязанные через плечо яркие ленты. 25 мая произвенел последний школьный звонок для 11-классников в Бличепсинской СОЖ-5. Хочется отметить, что в этот же день школу посетил начальник главного управления МЧС России по республике Адыгея полковник Султан Хацуков. Целью его визита стал мужественный поступок обыкновенного ученика 8-го класса Амира Кулова, который спас 13 апреля спящего мужчину из горящего дома. Такие ребята, как Амира, они своими действиями показывают и пример для подражания своим сверстникам и нас заставляют задумываться о подготовке таких же отчаянных, отважных ребят, как Амира. Мы бы с удовольствием, если он изъявит желание, помогли бы ему и с поступлением в высшее учебное заведение МЧС и дальше по жизни бы гордились тем, что такие отважные парни с юных лет работают в нашей системе. Сам Амир не считает себя героем и свой поступок комментирует как ординарный. В неловке приходил, увидел огонь через окно, прыгнул через забор, был закрыт забор, открыл дверь, увидел, там очень много было дыма, сосед мой спал тогда. И разбудив его, я вытащил его на улицу, потушил огонь и открыл все двери, окна и пошел домой, посмотрел. А ты не побоялся? Нет, меня так учили все дома, чтобы не бояться никакого ничего. Награда Амиру Кулову была вручна перед лицом всей школы на торжественной линейке, посвященной последнему звонку. Школа, равняюсь, смирно, на торжественную линейку, посвященную окончанию учебного года и празднику последнего звонка, школа построена. Школа, вольно. Здравствуйте, уважаемые учителя, родители и гости. Наша торжественная линейка посвящена знаменательному событию в жизни нашей школы. Сегодня для учеников 11 класса прозвучит последний звонок. В течение 11 лет выпускники в знак уважения стоя встречали педагогов, входящих в класс. А сегодня вся школа встречает их на школьной линейке. Давайте же встретим тех, кто уходит из школы в большой мир. Школа, встречи выпускников 2017 года, стоять смирно. Равнение на выпускников школы. Своим посвященным мальчишем и девчонок, свою отважную четверку на последнюю школьную линейку ведет их классный руководитель Кушкова Зарима Ахмитичевна. Это великолепная четверка. Двое юноши и двое девушек своим упорцам доказали, что трудности не что перед отважными, переустремленными людьми. Своим из-за этого школьной линейки, которые участвовали в полиции, участвовали в школы в школу, которые прожили на среднюю школьную линейку. Они для нас не для подражания. Эти ребята подсказали, что школьные тридцать и тридцать и тридцать и тридцать и тридцать и тридцать и тридцать. Они не могли бы быть на саму важном, что возникли, и с вами был под названием ГИАГЭ. Поднять флаги Российской Федерации и Республики Адыгея предоставляются выпускникам 11 класса Казаровой Нафисет и Шовгенову Камбулату. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Торжественная линейка объявляется открытой. Право возложить цветы к памятнику Герою Советского Союза Алию Исуфовичу Кошеву предоставляется выпускникам Казаровой Луизе и Хубсорокову Абреку. На свете много. Какой шагать решение за тобой? Продолжить ли учебу, идти ли на работу? Ты сам распоряжаешься судьбой. Одно лишь пожелание. Во всем нужны старания. Какой бы ты не выбрал в жизни путь, ты попрощался с детством. Теперь найти бы средства, чтобы главную постигнуть в жизни суть. Сегодня принимает гостей, которые пришли поздравить вас, дорогие выпускники. Начальник главного управления МЧС России по Республике Адыге полковник Хацуков Султан Мухаддинович. Начальник управления образования муниципального образования Кашихабльский район Косеев Гумерович Киргашев. Глава администрации Бричепсинского сельского поселения Шовгенов Юрий Мухамедович. Председатель совета ветеранов аула Бричепсин Шишев Битал Бетлюстанович. Ветеран Великой Отечественной войны и педагогического труда Хамирзов Ибрагим Мисостович. Слово предоставляется начальнику главного управления МЧС России по Республике Адыге полковнику Хацукову Султану Мухаддиновичу. Добрый день, уважаемые ученики, уважаемые выпускники. Мы приехали поздравить вас с этим замечательным праздником в вашей жизни, с окончанием школы. Пожелать вам творческих успехов на жизненном поприще. Имейте в виду, что закончив образовательную школу, вы вступаете в новую школу, школу, которая называется «Жизнь». И там на второй год не останешься, хороших оценок получать не будут, оценки будет ставить сама жизнь. Помимо того, что мы поздравляем вас с этим замечательным праздником в вашей школе, у нас еще другая миссия. 13 апреля текущего года один из учеников вашей школы, Кулав Амир, возвращаясь со спортивной тренировки, увидел в окне соседского дома огонь и задымление. Умелыми и грамотными действиями этот огонь был потушен. Об этой истории говорит и вся школа, говорит и весь аул, говорит вся республика. Мы, сотрудники МЧС, гордимся тем, что ваша школа воспитала такого достойного ученика. Спасибо вам большое и школе, и родителям этого замечательного мальчика. Сегодня мы приехали его поздравить, вручить медаль Всероссийского добровольного пожарного общества за содействие в борьбе с пожарами. Амир. Это еще не все. Он же награждается почетной грамотой Главного управления МЧС Республики за отвагу на пожаре. Ну и зная, что Амир является спортсменом, ну а так как у нас 0-1 регион, при пожаре звонить надо 0-1, мы желаем Амиру стать в этих перчатках первым на его соревнованиях. Далее слово предоставили начальнику управления образованием Косею Киргашеву. Он поздравил выпускников от лица администрации Кашхабльского района и также вручил подарок Амиру Кулову. Хотелось бы сегодня вам пожелать всем, нашим выпускникам успешной сдачи всех экзаменов, учащимся, которые уходят на каникулы отдохнуть. Хочу поблагодарить всех, весь педагогический коллектив школы за учебный год, который мы заканчиваем. Хочу передать слова благодарности от главы администрации муниципального образования Кашхабльского района за Воскребичем Амирзовым. Здоровья всем, веры, ну еще как руководитель управления образованием, нашим выпускникам успешной сдачи всех экзаменов. Хотелось бы от имени главы администрации муниципального образования Кашхабльского района поздравить Амира за тот, не в посетении этого слова, подвиг, который он совершил. Я хочу также поблагодарить родителей, которые воспитали школу, секцию, куда он ходит, почему-то, потому что тоже своего рода воспитание. И я хочу, чтобы Амир был примером для подражания здесь, в ауле, в районе нашей и в нашей республике. Глава сельского поселения Юра Шовгенов в свою очередь пожелал выпускникам успешной сдачи ЕГЭ. От всей души поздравляю вас с сегодняшним днем окончанием учебного года. Я выпускникам особо хочу пожелать успешной сдачи государственных экзаменов и поступления в те учебные заведения, в которые бы они хотели продолжить дальнейшую свою учебу. Ребятам, ученикам, педагогическому коллективу желаю от всей души провести летние каникулы, с хорошим отдыхом, с большими впечатлениями вернуться 1 сентября, чтобы на первом звонке мы здесь стояли и с удовольствием радовались бы друг другу. Присоединяясь к вышесказанным поздравлениям, я и администрация поселения от всей души поздравляем Амира, поздравляем его родителей, поздравляем его класс. Затем по традиции на торжественной линейке были вручены грамоты и дипломы наиболее отличившимся ученикам школы и их педагогам. Диплом вручается Дебагову Абреку, занявшему второе место в открытом терминстве. Грамотой награждается Кижинов Дамир, игрок команды, занявшей первое место. Грамота вручается Хашковой Альбине, члену команды Кашкавинского районного конкурса сочинений. Грамота вручается Тлишову Исламу, учащимся 9 класса. Грамота вручается Хубцарокову Хазрету, призеру муниципального этапа за лучшее стихотворение собственного сочинения. Грамота вручается Хатковой Суанде, призеру республиканского этапа. Грамотой награждается Кушкова Сусана Аскорбировна за патриотическое воспитание и активное участие в праздновании Дня Победы. Почетной грамотой награждается педагог-организатор школы Сусана Аскорбировна за активное участие в праздновании Дня Победы. Торжественную часть продолжила концертная программа, подготовленная учащимися школы. ПЕСНЯ 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 «Строют мамы и датцы, тоже дать и пресс, и динка, иди, о красивых глаз!» Всех своих учеников помнят эти сцены, Третью шоу и звонков, перец понимают. Сцены где-то бесконят, по свояным краски, Здесь памяти и ребят, подпись и подсказки. Повествует нам о детстве, в школе каждая сцена, Если он, в текле детства, есть и ваши имена. Вы, конечно, не забыли, как когда-то в первый раз Лететь с мамами сходили в свой любимый мини-класс. Ничего не понимали вы в тот самый первый год, И учебники листали часто задом наперед. Дочка школы не случайно, Допрым домом все зовут, Вам сейчас откроем тайну, Здесь волшебники живут. Даже мамы не узнали, В этот час детей своих, Вот они какими стали, Полюбуйтесь-ка на них. Много здесь вы приходили к кольному порогу, Чуть новато приходилось к вашим петлях, Добрый путь вперед шагайте, Вас дорога к счастью ждут, Только дом не забывайте, Тот, кто школою зовут. И когда придете в класс, На стене в последний раз, Напишите в тот же час, Будем помнить мы о вас.